Конечно, западные поставки современного оружия, разрушительного, с огромной мощью, уничтожающей силой, оно, в общем-то, сыграет ключевую роль на поле боя, поскольку не численность сейчас решательств фон боя, а техника, технологии, умение пользоваться этими технологиями и наносить врагу непоправимую щель. Ну что там, вот сейчас опять данные разведки. Ну хорошо, украинцы говорят, но в данной разведке, да, вроде объективно дают, говорят, что почти 188 тысяч безвозвратные потери российской армии, дают, правда, большую цифру украинской армии, то что около 100 тысяч, и плюс гражданских 30 тысяч, тоже очень много народу. Ну если верить разведкам западным, норвежская, да, сегодня давала такую данную, вчера такие данные дала, но все равно 200 тысяч положить за 11 месяцев. Ребят, разделите там вот эту цифру, там на 11 месяцев, и вы получите среднюю гибель в день на этой войне. И это без той армады оружия, которую готовы сейчас запах поставить. Это еще вот то оружие, в том количестве. Уже перемолол там почти 190 тысяч, если верить разведке, да? А что будет, когда вот эти штуки все пойдут в бой? Там даже эти танки Т-72Б, которые 20 штук морок посылок, никто не заметил, они, оказывается, воюют, там особо никто их не заметил. А сейчас будет еще 100 танков таких, 100 танков таких, 20 таких, 12 таких, 36 таких. Вы что делать-то будете? Как еще, танки будете руками останавливать? Стрелять в них с автомата, пытаясь попасть в ствол, в ствол орудия? Ну, попробуйте. Конечно, я не знаю, что они вообще собираются делать. Я на месте Путин давно бы, если вот это предложение последнее прозвучало, я вам не сдавну бы принял бы. Потому что все будет, остальное хуже. Остальное будет хуже все. Я все равно говорю, что у него два выхода. Очень плохой и очень плохой. Вот он должен выбрать какой-то один из них. Ну, мы же понимаем с тобой, что Путину поворачивать нельзя. Потому что любой, какой он не выберет, не связанный с продолжением этого всего ужаса, он для него губительный. Потому что, ну как, он отступил, он потерял, он то-да-сё. Даже, даже, губительный для власти. Ну, Байден, он может попросить отлично? Может. Я думаю, что ему такие лишние гарантии. А он не верит, он не поверит. Ему дадут 100 гарантий, а потомок нарушит. Ну, это же очевидно. Редактор субтитров А.Семкин